Мы с вами на реке Фонтенке. Фонтенка одна из девяносто трех рекопротоков города. Безымянным ериком эту речку называли в Старинах. Ериками именовали малые речки, которые вытекали из большой реки и в нее же впадали. Такова наша Фонтенка. Она берет начинку с небом и настраду. Плавной дугой охватывает центральную часть города и вновь впадает в него у финского залива. Своё современное название Фонтенка получила еще в 18 веке от фонтанных труб. Трубы были протянуты над ней. Они вели воды от Лиговского канала к фонтанам летнего сада. До середины 18 века фонтанка фактически была южной границы города. Тогда здесь справа стояли только загородные усадьбы. Посмотрите, с правой стороны здесь замечательные красоты и чугунные ограды, работы Корсини, фонтанный дом, Шереметьевский дворец. А здесь жила прославленная крепостная актриса Расковья Ковалева-Жемчугула, ставшая графиней Шереметьевой. С фонтанным домом связано имя Анны Андреевны Ахматовой. Она немало лет прожила, правда, уже в коммунальной квартире в одном из флигелей этого дворца. Она и называла его фонтанным домом. Сейчас здесь спирял музей музыкального и театрального искусства. И есть отдельный музей, посвященный жизни и творчеству Анны Ахматовой. В конце XVIII века начинается сооружение гранитных набережных фонтанки и в то же время берега реки соединяются с семью каменными трехпролетными мостами. Эти мосты строились по образцовому проекту, то есть были все одинаковыми. Их средняя часть была деревянной и разводилась для пропуска мачтовых судов. Почти все мосты той серии позже были перестроены. Перестроился и мост, к которому подходит наш теплоход. По наше время он называется мостом Белинского. А вот его первоначальное название Симеоновский. Такое название он получил от в церкви. Страва в глубине церковь Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Она сохранилась в 30-е годы, в 18-е веке. Простание с правой стороны, на которую наверняка вы будете обращать внимание, я вам уже могу вам расскажу. Сейчас смотрите на левую сторону. Слева здание Санкт-Петербургского цирка. Цирк Чиний Молдовый. В интернете, итальянский цирковой артистный лестник и дрессировщик. В конце 19-го века он получает разрешение на строительство нового цирка на фонтоне. Это был первый стационарный каменный цирк в России. Ведь до этого у нас в стране существовали только цирки Шапито, то есть временные передвижные цирки. Здесь работает уникальный музей. В России единственный. Музей циркового искусства. А вот стоит наш цирк на месте бывшего слонового двора. Рядом с цирком, с левой стороны, невзрачное здание небольших размеров. Вот видите на фасаде плакат, посвященное 70-летию освобождения Ленинграда от плакады. Это плакадная подстанция, которая после суровой зимы 1941-1942 годов обеспечила работу возрожденного ленинградского трамвая. Совсем недавно, в конце апреля, решилась наконец судьба этого здания. И она остается здесь, на Пантенке, а тогда и по предстоящему собирались его сносить. И строить на этом месте очередной гостинице. Рядом с левой стороны небольшое здание, которое появилось 11 лет назад, когда мы отмечали 300 лет со дня рождения Петербурга. Элитный жилой дом. Слева по борту, чуть впереди, Михайловский замок, ведь Российский флаг, а когда-то там поднимали императорский штандарт. В XVIII веке на месте этого замка стоял огромный деревянный векий дворец Елизавета Петровна, дочери Петра I. В том дворце у Екатерины Алексеевны, будущей императрицы Екатерины Великой, родился сын Павел. Он вырастет и произнесет пророческую фразу «Здесь я родился, на этом месте хочу и умереть». Когда сама Екатерина умирает, Павел приказывает дворец Елизавета Петровна снести и строить этот замок. Построили его по тем меркам быстро, в запресне большим воду, и не успели еще просохнуть стену, и императорская семья уже перебралась сюда. Павел считал свой замок непреступной резиденцией, но ему суждено было прожить здесь всего 40 дней. Он был убит заговорщиками прямо в собственной сфоне. После его убийства замок долго пусковал, никто из императорской семьи там просто не хотел больше жить. Позже в нем разместили инженерное училище. Отсюда еще одно название этого замка – инженерное. Сейчас это один из благочисленных филиалов Государственного Русского музея. А вот само инженерное училище в свое время окончил будущий великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский. Влево уходит рекламойка, она из фонтанки Ватикана. Когда-то это была мутная тенистая речка, называлась Непоника Альфея. В переводе с Ажорского это означает просто грязь, святость. Но еще при Петрею соединились с безымянным ериком нынешней фонтанки. Вы посмотрите, с левой стороны на угол на набережной стоят несколько человек. Сюда приходишь, чтобы посмотреть на самое мое, то он не может быть. На точную структуру города, на нашего знаменитого чижика-пыжика. Налево смотрите, вот видите, молодой человек в воде стоит, а над ним, на пьедестале, на мае, стоит наша знаменитая птичка. Встречный теплоход пройдет, налево смотрите, на углу. 11 сантиметровый, 5 килограммовый, бронзовый чижик-пыжик. Если кто-то из вас чижика тоже попал, просмотрел его вообще, не переживайте, на обратном пути еще раз вам его покажут. С левой стороны летний сад, первый сад города. В 1703 году был основан Петербург, а уже на следующий год заложили летний сад. Первоначально он занимал значительно более обширную территорию, неже в наши дни. Три летних сада темно из почти Донецкого проспекта. Петр I хотел иметь сад лучше, чем в Версале, у французского короля. И в 18-м веке сад выглядел совсем не так, как сейчас. Деревья были аккуратно подстрижены, их кроны имели формы, шаров, кубок, пирамиды. Таких садов в России еще не знало. По одному современнику, как иностранцы, обеспечивались. Это был дождь, который мы попали вчера. Дождь, который был известен. Дождь, который был известен. А знаменитым было фонтанами. От них ты получил название? Река это фонтанки. На всю Россию был известен лабиринт из зубовых бассейн. 31 фонтан, каждый из которых был украшен скульптурой на тему бассейн и зубов. Уже тогда, в 18-м веке, Петр I совершенно справедливо полагал, что далеко не все прогуливающиеся по саду знают содержание этих бассейн. И приказал около каждого фонтана поставить табличку с надписью на чистом русском языке, содержание...